Традиция в современности. На фоне городских пейзажей народные песни, пляски и торговля сельскими продуктами питания. Люди идут на ярмарку с пяти утра. В семь начинается настоящий ажиотаж. Перед Пасхой особенно очень здорово. И масло, и творог, и яички. Замечательно, что перед праздником такие правые терминки. Мне кажется, здесь свежие продукты. Нам с Пасхой мясные продукты нравятся, поэтому приходим. Ну и за яйцами. В такой изобилии у людей есть желание прийти, купить, отдохнуть и потом сказать, да спасибо, что кормят нас люди, которые производят продукцию сельского хозяйства. Молоко, мясо, овощи, мёд – всё натуральное, всё качественное, уверяют производители. Всё из Ульяновской области. Творог, сметана, сливки, молоко, топлёное молоко, брынза, масло. Ну вся молочная продукция, в общем. Куриные, буженина, свинина, крылья, окрачка. Говядина, молодой бычок годовалый, отличное мясо. Цены? Цены самые низкие. Цены в основном на 10-15% ниже привычных, констатируют не только продавцы, но и руководство города. Здесь же на ярмарке работают волонтёры и социальное такси. Рядом благотворительный обед от облпотребсоюза. Ну, на сегодняшний день, когда я в 5 утра здесь инспектировал, вот проходил, было порядка 160 машин, те, которые пришли из села. И вот сегодня мы на 7 часов утра имеем 207 автомобилей. Тот урожай, который был выращен в прошлом году, он сегодня даёт нам возможность, первое, а, держать цены в сетях, для того, чтобы они не подскакивали, как обычно это происходит весной. И второе, путём вот этих вот ярмарок, ещё и снижение цен на продовольствие. На ярмарке посетители также смогли задать свои вопросы депутатам Ульяновской городской думы, представителям пенсионного фонда социальной защиты, кадрового центра и управляющих компаний Ленинского района. Елена Тимонина, Ксения Грищенко, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Продолжение следует.